Есть такая, собственно, технология. Ну, вот это запишите себе обязательно дедлайн устанавливать, да, и ставить конкретную цель. Вот я хочу сейчас написать вот эту часть текста, и я устанавливаю себе вот такие временные рамки. И желательно сразу запланировать, ну какой вы результат хотите от этого текста, да, там, какой он должен быть. Ну, я хочу написать вот такой вдохновляющий текст, или рекламный текст, или я хочу... Вот у меня есть столько времени, всё, засёк время и погнал. И потом мы ещё делаем такую вещь. Мы задаём своему мозгу вопрос. Любой. Это можно делать, что в работе написать. Что для себя лично. Это коучинговые технологии, плюс этими технологиями пользуются, наверняка вы слышали, так называемые ченнеллеры. Люди, которые принимают информацию откуда-то свыше, и её передают сюда, пониже. Да? Слышали? То есть масса там, краён, да, вот, ченнеллинг там, архангела Михаила. Ну, масса есть таких вот, да. Они плюс работают ещё, опять же, вот эти вот люди, которые даже какие-то технические или приземлённые совсем вещи пишут, но они пишут их каким-то таким вот образом, которые как бы новаторские. Вот, не было такого. Человек вот как будто вот изобретает, да. Что делает человек? Человек просто садится, закрывает глаза, можно, да, так. Дышим. Как мы дышим? Дышим. Дыхание в некоторых случаях очень важно здесь. А дышим мы таким образом. Восточные традиции, они говорят о том, что у человека всё тело пронизано каналами и биологически активными точками. Есть у нас вот здесь так называемая подключка верхняя, ну, её по-разному называются. Сахасрара чакра в восточных традициях, поток Творца, макушечная, лотос, ну, вот как угодно называют, да. Как бы её ни называли, нам это не важно. Нам важно то, что почему-то действительно, если представить себе, вот прям закрыть глазки и просто представить себе, что такой столб, как помните, Астар Бендер говорит, на каждого человека 24 часа в сутки давит атмосферный столб, что-то, да, вот, и дальше. Вот у нас есть этот столб, да, и он идёт, и постоянно через нас эта энергия проходит. Вот она постоянно идёт и проходит. Информационное поле, так называемое. И мы просто вот мысленно берём, и вот это информационное поле перенаправляем, как бы оно идёт, раздваивается и идёт в руки. Руки лежат на клавиатуре. И мы задаём вопрос своему мозгу. Тот, на который мы хотим получить ответ. И вы ответите себе на этот вопрос. Вы будете потом прочитывать эти ответы, и вы поймёте, что я понял, я что-то понял.